Добрый день, друзья! Меня зовут Алексей Гребенников. Я работаю в Институте точной механики и вычислительной техники, сокращенно ИТМ и ВТ. И сегодня я расскажу о реализации интерфейса PCS-MAC для Ethernet 10G. Для чего вообще нужно реализовывать этот интерфейс? Казалось бы, в принципе, в современных системах VVAD и Altera уже есть готовые корки, которые можно использовать. Несколько вариантов реализации. И самый первый вариант – это для изучения более подробного этого интерфейса. Если вы просто почитаете стандарт, то у вас будет одно понимание. А если вы параллельно возьмете там какую-нибудь отладочную плату и реализуете это ядро, то там уже несколько другое будет понимание. Второй вариант – это если вам нужно ядро с открытыми исходными кодами. Вот в предыдущем докладе упоминалось, что некоторые IP-ядра бывают закрытыми. Вот корки PCS и MAC, по крайней мере, для VVAD, я подозреваю, что для Altera то же самое, они закрытые. Соответственно, если вам нужны открытые исходники, один из вариантов – это просто сделать самому ядро. И третий вариант реализации – это когда вы делаете для какой-нибудь PLIS. В настоящее время это становится все более и более актуально, так как проблемы с доставкой, с логистикой для ведущих мировых лидеров, скажем так. Если вы делаете на какой-нибудь другой PLIS, на который, в принципе, можно сделать это ядро, но его нет, вот производитель не сделал это ядро, то можно тоже самостоятельно его сделать. Для начала давайте рассмотрим, что такое PCS, PMA, MAC и так далее. На слайде приведена картинка. В принципе, здесь будет много картинок из стандарта IEEE, как его называют, 802.3. Здесь, значит, соответствие этого стандарта и модели OSI. Вот все эти уровни PCS, PMA, MAC, они располагаются на двух нижних уровнях модели OSI. Как это видно на слайде. Вот даталинк и физический уровень. Значит, что мы видим из этой картинки? Этот стандарт, он описывает, в принципе, Ethernet для скоростей от 1 мегабита в секунду и до 100 гигабит в секунду. И здесь можно выделить то, что вот если мы берем древние, там, низкоскоростные интерфейсы, 1 мегабит, там, 10 мегабит, здесь мы видим некоторую эволюцию развития. Сначала там у них одни уровни были, потом другие. А вот для скоростей 100 мегабит в секунду и выше у нас, в принципе, более-менее стандартизировано. Это PMD, PMA и PCS. Ну, конечно, там есть свои нюансы для разных скоростей, там разные могут быть реализации. Но в целом вот эта терминология, она применяется для скоростей от 100 мегабит и выше. Так как мы будем рассматривать ядро 10G для скорости 10 гигабит в секунду, соответственно, вот эти уровни именно для скоростей 10G. Причем я обвел красным цветом. Мы будем говорить именно вот об этой реализации 10G Base R. Ну, в принципе, если мы посмотрим на различные стандарты 10G, здесь есть некоторое различие, хотя оно незначительное. Вот, допустим, PMA есть на всех уровнях. Дальше вот с кодировкой. Разные кодировки. 64 на 66, 8 на 10, LDPC. LDPC там, кстати, используется 64-65 кодировка. Тоже на ней LDPC реализован. И вот этот VIS, это такая прослойка для совместимости с сетями SONET. Мы это рассматривать не будем. И так как здесь на этом слайде обозначены различные виды сетей 10G, на следующем слайде более подробно расшифровано. Это тоже из стандарта. Что из себя представляет, какой стандарт? На самом деле их существует огромный зоопарк этих стандартов. Я считаю, что самый надежный источник посмотреть, что каждый стандарт обозначает, это именно в стандарте 802.3. Потому что в интернете зачастую бывают там статьи с недостоверной информацией. Ну вот что касается 10G, здесь все достаточно просто. R – это оптика. Вот если вы видите, есть SR, есть LR, есть IR, есть LRM. С, L и E, ну опять же, как это видно из таблички, это просто у нас разный лазер. Лазер, вот кодировка везде там 64-66, SR – это у нас лазер 850 нанометров, LR – это у нас 1310, и ER – это 1550 нанометров. Но это вот три такие вот наиболее распространенные длины волны для лазеров, которые используются для оптики. X, если есть префикс X, это значит, что там 10G разделяется на 4 потока. Они мультиплексируются, там демультиплексируются. LX – это у нас по оптике, а CX – это по витой паре идет. Ну и есть еще T. T – это twisted pair, это чисто по витой паре передача. И, как я упомянул, в принципе, есть готовые реализации ядер. Если даже мы делаем свою реализацию, мы используем высокоскоростной приемопередатчик, так называемый трансивер, сердес, некоторые называют его. Но сердес не совсем правильное название, потому что, если мы опять же берем Plisk Xilens, там есть просто сердесы, а это, скажем так, некоторый умный сердес, который помимо стерилизации и дестерилизации, он также выполняет ряд дополнительных функций, выделяет клок, восстанавливает из сигнала. Вот, если мы… это, значит, это Xilens, это трансивер Xilens, там из одного юзер гайдов общую схему я взял. И если вы посмотрите на эту схему, вы увидите здесь, это вот часть, обрабатывающая последовательный сигнал, serial clock, да. Дальше у нас идет PMI, это уже параллельные данные, и дальше PCS, параллельные данные. И здесь можно увидеть, что вот беспоследовательные части, в принципе, обойтись нельзя. А вот в параллельной части, там уже практически на каждом этапе можно сделать байпас. То есть вот кома-детект там можно использовать, а можно не использовать, можно там байпас сделать. То же самое все остальные стадии. 8, 10, там вот эти все буферы, их можно обойти и сделать самостоятельно. Ну, если вы хотите, допустим, поэкспериментировать на Plisk-Silens. И на самом деле вот, когда мы говорим про терминологию, PCS, PMA, здесь, на мой взгляд, небольшая путаница присутствует, потому что, если вы посмотрите на эту картинку, она взята там с официального user guide dexilens. Здесь у нас вот декодер 8 на 10, он находится в части PMA. Но на самом деле, я покажу позже, в стандарте, ну и даже судя по названию, это декодер, PCS, это physical coding, это уровень как раз кодирования. Этот декодер, он находится на уровне PCS. Поэтому здесь вот некоторая путаница, что в каком уровне находится. Это также картинка из стандарта, реализация уровня PCS. В принципе, здесь есть несколько функций, которые необходимо реализовать. Если мы принимаем данные, нам нужно засинхронизироваться, потом дискримблировать и декодировать данные. Что такое, что значит засинхронизироваться? Если мы рассматриваем кодировку 64 на 66, там в принципе все достаточно просто. 64 бита идут, биты данных, и 2 бита, это идут биты, обозначающие тип кадра. Ну, по сути дела, синхронизация. И нам нужно засинхронизировать именно поток таким образом, чтобы стабильно принимать вот эти 2 бита, которые обозначают тип кадра. На самом деле, когда я эту схему реализовал, мне вспомнился старый добрый E1, где в принципе похожая система, тоже там есть синхронизация. Вот здесь нечто подобное. После того, как мы засинхронизировались, нам нужно дискримблировать поток. Что это такое? Кодировка 64 и 66, она появилась после кодировки 8 на 10. И вот в кодировке 8 на 10, там не было скремблера. Там обеспечивалась перекодировка символов за счет именно вот каждый символ 8-битный перекодировался в 10-битный символ. Для чего это делается? Для того, чтобы избежать зарядки линии. То есть на каком-то протяженном промежутке времени количество единиц и нулей должно быть одинаковым. Иначе может произойти заряд линии и, соответственно, искажение, потеря данных. Но вот этот подход, который используется в кодировке 8 на 10, он обеспечивает гарантированно нейтрализацию линии. Но недостаток в том, что слишком большая избыточность получается. И когда разрабатывали кодировку для 10 Г, ну, по крайней мере, то, что написано в литературе, на тот момент существовали лазеры, которые могли работать на частоте 10 ГГц, чуть-чуть выше. А если бы делали для скорости 10 Г по кодировке 8 на 10, то там нужно было бы обеспечить 12,5 ГГц частоту. И поэтому решили придумать другой метод скримблирования. То есть берутся просто полезные данные. Вот именно вот эти 64 бита полезных данных, синхро, два бита синхро сигнала, они не скримблируются. А полезные данные, они скримблируются. И это обеспечивает статистическую нейтральность линии. То есть теоретически возможно, что если вы будете использовать там скримблер и определенную последовательность там будете передавать, то у вас линия зарядится. Но вероятность этого крайне низкая. И в принципе эта схема достаточно успешно используется. После того, как мы дискримблировали данные, нужно их декодировать. Декодирование это именно вот и подразумевает анализ типа кадра, ну и что в нем содержится в этом кадре. Вот эта табличка, она как раз и описывает форматы блоков в кодировке 64 на 66. На самом деле табличка достаточно простая. Здесь, если вы обработаете синх, синх может быть только двух типов. 0,1 или 1,0. Других вариантов быть не может. То есть 0,0 и 1,1 быть не может. И это сделано именно с той целью, чтобы максимум через каждые 64 бита у вас был переход из 0 в единицы или из единицы в 0. И этого достаточно, чтобы приемник мог подстроить свою частоту. Так, ну вот с кадром данных 0,1 здесь все просто. У вас идет 0,1, синх и дальше 8 байт данных. А контрольных символов, их существует несколько типов. И в этой таблице приведены все возможные типы блоков. Если вдруг в потоке встречается какой-то другой тип, это значит ошибка. Их быть в принципе не должно. И что мы видим в этой табличке? C это у нас контрольные символы. О это так называемые там order сеты. И данные здесь тоже присутствуют. А вот эти вот черточки, это обозначает свободные биты, ничем не заняты. Откуда берутся эти биты? Они появляются в результате того, что если внимательно посмотреть на эту табличку, то мы видим, что размер вот этих контрольных символов он немного меньше, чем размер данных. А именно каждый байт данных он 8 бит, а контрольный символ он 7 бит. То есть это не кратно двойки. Соответственно, когда мы набираем там какое-то число контрольных символов, то у нас могут образовываться пустоты. Они вот именно таким образом и обозначены. Здесь, значит, в принципе все просто. По типу принимаемого кадра вы определяете, что в нем внутри. Ну, скажем, если вы там декодировали кадр, у вас там один E, это значит в нем только контрольные символы. Еще существует вот S. S это старт, старт фрейма. Причем в стандарте XGMI там ширина слова не 64 бита, а 32 бита. И, соответственно, вот старт, он может быть в начале. В начале это у нас 78, вот тип кадра 78. Здесь у нас S и дальше идут все данные. То есть начало совпадает с байтом нулевым. А также может быть у нас начало кадра посередине. То есть первых 4 байта. И вот как раз здесь вот и видно пропуск. Вот у нас первых 4 идут контрольные символы, но так как у них размер 7 бит, а не 8. Дальше некоторые дополнения там до 32 бит. И дальше у нас идут данные. Начало у нас может быть в фиксированных местах. Ну, вот первый или четвертый. А длина, вернее, за счет того, что у нас передаются байты, конец кадра может быть в любом месте. Поэтому здесь вот на конец кадра сделано достаточно много типов блоков. Это когда у нас конец, а здесь данных вообще нет. Дальше у нас, когда в этом хвост там 1 байт, 2 байта, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну и так далее. На T вот обозначается T, termination. Здесь достаточно много типов. Значит, допустим, мы декодировали вот эти данные по табличке. Мы определили, какой там у нас тип синка, какие данные внутри этого синка, контрольные символы или там данные. И дальше нам нужно соотнести эти данные с уровнем XGMII. Там, где вот данные передаются TXD, там в формате TXD, TXC. Наверное, сначала я покажу вам вот этот слайд. Здесь вот как раз вот эти символы, которые у нас обозначали C, на уровне XGMII, вот они передаются вот таким вот образом. Но я на самом деле не знаю, зачем это было сделано. Вот в XGMII они перекодируются другим образом. То есть если у вас линия свободна, там никакой передачи данных нет, передаются сигналы там idle. Вот в XGMII кодировки это 0.7, а в XGMII, а в XGMII base это 0. Если мы вернемся к этому слайду, допустим, в режиме idle у вас будет в основном вот такие кадры, там 1E, а дальше все нули. Согласно этой таблице все нули – это как раз вот и есть idle. Ну, соответственно, если у вас будет там шестерка в контрольных символах, это LPI, переход в режим там энергосбережения. И вот старт и терминейт в XGMII они передаются явно в виде символов, а вот в 10G они кодируются типом блока. Я так подозреваю, это сделано потому, что в XGMII, как вы видите, FB и FD – это 8 бит, а там передаются 7-битные контрольные символы, поэтому не влезает 8 бит в 7, и они закодированы не контрольными символами, а именно типом блока. Вот если мы опять вернемся к этому слайду, вот как раз мы и видим типом блока S. То есть если мы получили блок, у которого тип 33, значит в нем начало кадра. Ну и так далее. Все вот где есть S и T – это блоки, который содержит начало или конец кадра. Так, ну значит, если какие-то ошибки возникают, один E мы получаем, это тоже идет в контрольных кодах. И нас еще интересует вот этот sequence order set, он также кодируется, вернее, да, он кодируется там тоже в поле наряду там с контрольными символами, кодируется 4-мя битами. Продолжение таблички на одной странице не поместилось. Но в принципе здесь у нас зарезервировано, и вот этот сигнал order set, он, несмотря на то, что определен, в описании говорится, что он тоже зарезервирован. Зачем нужны нам вот эти вот order set? По ним мы можем, во-первых, сами сигнализировать состояние линка, во-вторых, узнать состояние линка удаленное. Здесь, в принципе, определено всего несколько типов. Это local fold, remote fold и link interruption. Что это такое? Допустим, смотрите, вы настраиваете, делаете свое ядро, как-то там сделали передачу, вы считаете, что у вас передача работает, и при этом вы настроили прием, приемную часть вот вы настроили. Как можно понять, что приемная часть настроена? Если вы видите, декодируете такую какую-то осмысленную последовательность, значит, скорее всего, вы декодируете правильно. Если что-то сделано неправильно, то у вас за счет того, что там скрэмблер используется, вы просто будете получать мусор. Если вы видите там, ну вот эти вот кадры, осознанные данные, значит, принимаете вы нормально. Но вы пока не знаете, то, что вы передаете с той стороны, правильно принимается или неправильно. И как раз вы можете определить, понимает ли вас удаленная часть или нет по вот этим кадам. Если приемник вас не понимает, а так как вы свой прием настроили, вы с него данные уже принимаете, вы будете видеть вот этот код remote fault. Это как раз и говорит о том, что у него там все нормально, а он говорит, я тебя не понимаю. Если у вас какая-то на вашей стороне какая-то ошибка происходит, то вы можете передавать вот local fault. Это значит, что у вас какие-то проблемы, вы там передаете на ту сторону, говорите там, я вот не могу, у меня там проблемы, пока там подожди. А remote fault, это значит, что он говорит, что у вас, я там не понимаю, я вас не понимаю. Ну и в принципе, возвращаясь к этому слайду, здесь мы уже рассмотрели эту перекодировку. То есть сверху PCS у нас идет XGMI-I, и это как раз вот и есть перекодировка символов из XGMI-I в 10G. Каким образом их нужно перекодировать? И после того, как мы, допустим, на приеме там декодировали поток, дальше у нас идет уровень MAC. Ну здесь, в принципе, на уровне MAC все достаточно просто. Идет многим известный это кадр Ethernet, у которого в начале идет преамбула, там 55, 55, там D5. Вот SFD, вернее, преамбула это 55, SFD это D5. Ну и дальше идут MAC адреса, destination адрес, там 48-битный source адрес, длина, вот lens type. Здесь вот в этом стандарте задано lens type, то есть длина или тип пакета. Но на практике, как правило, используется тип, это вот самые распространенные типы, там 0800, там это Ethernet пакет, 0806, там это ARP. А в стандарте на самом деле написано, что если у вас вот это число меньше, меньше чем, ну 0800 это 8000. Вот если меньше чем 8000, значит это обозначается длина. А если больше, тогда там тип. Вот и дальше после типа идут клиентские данные, которые на уровне MAC, они не анализируются, они просто передаются на следующий уровень, там на уровень IP, например, и на более высоких уровнях уже происходит анализ данных. ПАД, он нужен в некоторых случаях, когда у вас длина кадра слишком маленькая, вот в стандарте Ethernet, там минимальная длина кадра должна быть 60 байт. Если вы передаете какие-то… Хорошо, я почти закончил. Если вы передаете короткие пакеты, например, ARP, у него длина там меньше, чем 60 байт, то вот эта недостающая часть, она заполняется. Она заполняется паддингом, падом. И в конце идет фрейм секвенс, фрейм чек секвенс, но это контрольная сумма CRC 32-битная, которая позволяет удостовериться, что у нас данные не были повреждены во время приема передачи. Ну и здесь у меня приведено парочка примеров, именно вот как происходит перекодировка из XGMI в интерфейс DCG. Вот как вы видите 0.7, 0.7, это у нас вот idle, то есть на уровне XGMI у нас передаются сигналы idle, дальше они перекодируются, как было указано там в табличке 0.7, перекодируются там в 0.0 на уровне 10G. И в итоге у нас 10G получается вот такая кодировка. Тип пакета там, тип блока 1Е, дальше все нули. Дальше пошли данные, 78 тип кадра там, данные, данные. И видите, вот здесь вот некратно 64 окончание. Вот, соответственно, здесь мы выбираем тип блока, у которого 3 байта данных, а остальные дальше контрольные символы. А контрольные символы опять пошли idle. Вот это типовая схема перекодировки. Ну и вот похожая картинка. Здесь разница в том, что в поток данных вставлен вот этот control order set, контрольная последовательность. Как мы видим, вот сначала идут данные, потом вставляется вот эта контрольная последовательность, и дальше опять данные. И окончание, окончание кадра. Ну вот, собственно говоря, на этом доклад мой заканчивается. Если будут какие-то вопросы, с радостью готов ответить. Так, вот вопросы, какие-то вопросы. Алексей, небольшой вопрос. Аппаратную часть какую вы используете? Готовую или какая-то кастомная ваша разработка? Аппаратная часть – это отладочная оплата. Какая, если не секрет? Ну как вам сказать, это отладочная оплата на одной китайской плесе? Я вас понял. Я не готов показать. Дальше NDA. Понятно. Спасибо большое. Собственно говоря, поэтому вот это все и родилось. Спасибо. Наверное, нет. Нарчет сложно сказать, когда столько табличек. Ну ладно, тогда все. Заканчиваем тогда. Спасибо. Алексей, спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok